здравствуйте дорогие друзья новая недельная глава коротко я уже говорил что не дай бог конечно кто-то не читает недельную главу два слова это дорога якова в хран это чудеса в пути это сон якова лестница которая стоит земли до неба это обед якова всевышнего эта встреча якова и рахель это яков доме лавана это рождение сыновей якова женитьба перед этим 0 и и рахели побег из дома лавана что еще преследование договор слова нам и яков пошел своим путем вот наша сегодняшняя глава боится она как бы очень особо она начинается со слов яков вышел из бершевы и пошел хран и казалось бы тора для чего говорит вышел из бершевы пошел и пошел там себе сказали бы яков пошел в коран и не нужно писать ничего кроме этого и вот раши он говорил что почему именно уход из корана так описывать специально потому что когда праведник выходит из города или уходит из города или исчезает из города или умирает в городе то ослабляется защита города страны и места и так далее мы много раз это видели и в торе это описывается и не зря авраам спрашивал потом вот когда мы будем смотреть уничтожение дома а вдруг там есть там какое-то количество праведников праведник спасает город и вот 6 кислева сегодня сегодня йорцат такого раби барух берлейпович он великий человек но почему я решил сегодня вам напомнить о нем кстати кто зажгет свечку спасибо ему он родился в слуцке 1862 году был одаренным юноша по тем временам вундеркин нам в 16 лет он поступил в воложинскую ишиву и стал ближайшим учеником хаима соловейчика но он был принят в свое время потом он поехал уже в тридцать седьмом году он поехал в нью-йорк был принят с большим почетом и вы знаете вот мэр города нью-йорка джимми уукер он вручил ему награду и сказал раввин лейбович опровергает теорию дарвина человек обладающий таким уровнем святости не может произойти ни от кого это псевышний его создал руководители обратились американцев что он остался у них но он уехал в свою ишиву и потом переехал тридцать девятый в воложине дал только несколько уроков и умер умер он 18 ноября 1939 года для чего мы рассказываем рассказы кроме того что это был великий человек он был похоронен на кладбище в вильне и узнав о смерти вот это бору халейбовича главный раввин вильна хаим был такой град женский это великий человек с дрожью в голосе высказал с кончиной шимона шкопа это еще был такой человек один и бору хабера прервался самоотверженный труд по изучению торы 39 год напоминаю да я боюсь что теперь народ беззащитен под проклятыми нас и нацистами то есть что сказал градец вам сказал что пока был жив этот праведник немцы ничего не могли сделать смешно не смешно пусть кто-то подумает об этом несколько дней назад попросите после этого в земле израиля а в рум карелец великий человек узнав это что умер все он сказал все время пока был жив шимон шкот и бору хабер лейбович нацисты не могли овладеть литовским краем и только теперь когда эти праведники ушли они к сожалению начнется то что началось и так и произошло вообще вот мы думаем что это все давным-давно было это когда мифология знаете сколько лет прошло вот например давайте я вам расскажу просто чтобы вы поняли мы живем ну давайте примерно 3200 лет после там всяких этих событий 10 считать что одно поколение это 40 лет да то есть разумное время для передачи информации там и так сказать рассказа тори и так далее мы обнаружим что с того момента прошло всего лишь 80 поколений всего 80 на 43 200 между синаем и нами вообще 80 поколений это ничего это короткий промежуток поэтому надо вдуматься в этом ребят нельзя перепрыгнуть пропасть нельзя сразу стать праведником знаете песня была мне ангелом стать не удастся но мы серединку найдем многие из нас часто слышат ты иду личный там может вот почему если ты соблюдаешь кашу говоришь то почему ты ешь в некошерных иногда ресторанов если ты там иногда там и так далее не будем разбирать эти все ошибки скажем все очень просто таня говорит нам что когда один одна душа есть животное духу и вторая когда одна душа берет вверх то вторая естественно опускается когда божественная душа побуждает есть кошерную пищу мы побеждаем когда что-то происходит не так происходит обратно и так далее не надо этого бояться не надо есть способ активировать в себе божественную душу есть ребер аят списал что что как он написал что божественная душа раскрывается его сияет если мы позволим войти в себя вот это уча изучая тору изучая заповеди как ни странно животная душа устраняется давайте проследовать этим путем есть два варианта или следовать указаниям неба или заселять мир продуманными богами полуболами нельзя считать себя умнее бога маленький мальчик один стоял и видит с ним один еврей стоит без шапки он говорит извините а вы потеряли свою шляпу он говорит нет для меня небо над головой это моя шляпа мальчик посмотрел говорит смотри надо же такая большая шляпа для такой маленькой головы вот об этом надо помнить браховат слаха